Здравствуйте! Это программа «Тема дня» в студии Дмитрия Нечаев. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы поговорим о самом главном. И сейчас вы поймете, о чем именно. В начале этого года в Государственной Думе Российской Федерации состоялось очень важное, может быть, даже судьбоносное парламентское слушание по такой теме «Законодательное регулирование в сфере здравоохранения. Необходимость или реальность?» Такой вопрос был поставлен перед парламентариями. И с докладом там выступила, с докладом о здравоохранении России, диагноз и способы его лечения, чисто медицинская подача, выступила профессионал своего дела Гузель Улумбекова, который возглавляет Высшую школу организации и управления здравоохранением Российской Федерации. И вот она сказала очень важные вещи. Она сказала, что охарактеризовать сегодняшнее состояние здравоохранения Российской Федерации можно как критическое, и прогноз она сделала неблагоприятный. Понимаете, да, уже теперь важная тема нашей сегодняшней программы. И в целом, развивая эту тему, она сказала, что такая ситуация в здравоохранении России, региона в частности, она ставит под сомнение реалистичность выполнения указов президента Российской Федерации, в котором поставлены цели, конечно же, на народосбережение, конечно же, на исправление демографической ситуации. Но вот что касается демографической ситуации, судите сами, в 2020 году, естественно, убыль населения, то есть разница между родившимися и умершими в России составила 700 тысяч человек. На этом совещании делался прогноз до 2030 года, и мы понимаем, что если такая тенденция сохранится, а, как предположила спикер Гузель Улумбекова, она будет даже еще усугубляться, мы потеряем 3 миллиона человек. Поэтому говорить о росте демографии при такой ситуации, ну, крайне затруднительно, как вы понимаете. Вот эти вопросы в целом здравоохранения Российской Федерации и, конечно, ближе к нам, нашего региона, мы сегодня как раз и обсудим с нашим гостем, я представляю вам Лесю Васильевну Чеченовскую, доктора медицинских наук, ректора Тверского государственного медицинского университета. Мы также знаем вас как завкафедрой неврологии, медицинской реабилитации и нервохирургии. Здравствуйте, Лесю Васильевну. Лесю Васильевну, вот, конечно, хочется вас спросить сразу, согласны ли вы с таким мнением. Вы знаете, я категорически не согласна с таким мнением физическим. И сейчас мы послушаем, почему именно вы не согласны. А мы сейчас зададим еще вопрос нашей аудитории телезрительным, скажем, а вы как, вот, наш вопрос, вы можете принять участие в голосовании, позвонить на наши телефоны, которые вы видите на экранах, и сказать, вы как считаете, вы удовлетворены качеством предоставляемых медицинских услуг или нет? Вот, пожалуйста, интересно ваше мнение. Да, здесь две точки зрения. Качество медицинских услуг, это, несомненно, для пациентов очень важно. Но если говорить о здравоохранении, как науке, как системе образования, как политическом слое, то здесь, несомненно, нельзя сказать, что все так плохо. Потому что правительство Российской Федерации, наш президент, он постоянно делает правильные акценты. Не просто сам по себе, а он делает именно с экспертами, профессионалами. Несомненно, я очень уважаю мнение спикера Улумбековой. Оно имеет место быть. И действительно, оно нам показывает, что тенденции имеются на ухудшение и естественной прибыли населения. Но здесь надо разбираться. Мы все понимаем, что мы сейчас в состоянии пандемии находимся. И здесь много можно говорить факторов, но никто не отменял те наши шаги в демографии. И о рождении, и о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что мне ближе, и чем мы занимаемся очень активно в регионе. Онкологическая помощь больным, оснащение нашего первичного звена, вливание туда новых кадров. Это все делается. И оно, несомненно, приносит позитивные эффекты. Но не бывает одномоментно, что стало все вот так вот хорошо, потому что вливания произошли. И однозначно говорить о плохой ситуации мы можем. Нам надо всем говорить. И пациентам говорить. И нам, образовательному сегменту говорить, что качество образования нужно улучшать. И понимать, где наши слабые звенья, чтобы это улучшить. Потому что на сегодняшний момент, и я как педагог, и как практически врач, понимаю, что очень много зависит и от пациентов. Потому что пациенты без обид. У меня очень большая армия моих пациентов, которых я лечу. Я понимаю, что ответственность за их здоровье в том числе должна быть и в их руках. И когда мы все вместе начнем этим путем идти, то мы увидим, что позитивного очень много в здравоохранении. Как в системе. Не говоря уже о медицине, как науке. А вот, Лиза Васильевна, как Вы считаете, продолжая эту тему, если брать систему здравоохранения нашего региона. Вот мы задали вопрос аудитории. Как Вы считаете, улучшается ситуация или ухудшается? Как Вы считаете, мы отстаем от федерального общего тренда? Или мы там впереди, или мы наравне идем? Как Вы на вашу регионную ситуацию? Ситуация в нашем регионе, она точно такая же, как в России в целом. И близость нас с Москвой и с Питером, с одной стороны, да, кадры лучшие уходят. Но с другой стороны, у нас рядышком наши научно-исследовательские центры. Возможность проконсультировать в данной ситуации или еще улучшить какое-то качество лечебных мероприятий. Мы в положительной тенденции. И все то, что делается в регионе, на региональном уровне, правительством региона, Министерством здравоохранения, оно показывает положительные эффекты. Я сказала, что я сейчас вот непосредственно с клинической, одной из клинических баз, где наш университет располагается. Это уровень, не побоюсь сказать, это центр Аваева под руководством Конюхова и Корене Александровны. Это центр, клиническая база нашего университета, где у нас одна кафедра. Это уровень хорошего европейского центра, либо хорошего научно-исследовательского центра нашего Российской Федерации. У нас, скажем, есть много положительного и есть над чем стараться улучшать. Но, тем не менее, в регионе очень много, буквально за пять лет это видно. Видно по тем студентам, где мы их учим. Видно по той аппаратуре, на которой мы имеем допуски учиться самим и показывать студентам-ординаторам. Тенденций положительных очень много. Хотя, действительно, я чувствую, что люди скажут неудовлетворенность. Это немножко другая составляющая. Потому что пациент может быть неудовлетворен непосредственно доктором или регистратором, который записал. Но профессионализмом в целом коллектива. И если мы только что стали говорить о отрасли здравоохранения, здесь вот под одну такую расчесочку всех причёсывать нельзя и говорить, что критически. Я считаю, что очень много всего положительного. Безусловно. Я соглашусь, что проблема очень многогранная. И здесь, конечно, мы предполагаем, какие могут быть ответы на наш вопрос, удовлетворены ли вы качество медицинских услуг, которые в регионе предоставляются. Понятно, что мы это делаем не для того, чтобы подставить врачей, чтобы их начали тут бичевать. Потому что многие вопросы совершенно вообще не зависят от врачей, тем более от Минздрава нашего региона. Вот такой, о котором вы только что упомянули, сказали. Это то, что мы находимся между двумя крупнейшими мегаполисами, Москвой и Питером. У нас, мы знаем, что огромное количество медицинских работников, особенно молодых, перспективных, уезжают, конечно, из региона, уезжают, потому что там, наверное, более какие-то условия труда предоставляются для них. Ну, наверное, все-таки финансовые, а не более... Да, хотя есть, вот я, например, общался в том числе с руководством областной больницы, они говорили, что если у нас, допустим, за те же там, даже достаточно убедительные деньги платят, но он здесь должен выполнять такой объем работ, то там за те же деньги у него более лояльный подход, то есть меньшее количество операций, больше там рабочих рук и так далее. Я не знаю, но это одно из мнений. Но я вот что хотел спросить. Насколько у нас сейчас сильна проблема нехватки узких специалистов в регионе? Вот это просто уже навязло на ушах. Нехватка узких специалистов. Ну, я думаю, начну с узких немножко попозже. Я скажу, что в принципе кадровый такой голод особенно в регионах ощущается. Это первично у нас в нашем регионе, в районах области, потому что в городе Твери ситуация более... Нельзя сравнивать все-таки город Тверь с районными центрами. По районным центрам ситуация, скажем, не совсем хорошая, но она исправимая. В районных центрах, возможно, и не надо сколько узких специалистов. Люди просто по той системе советской здравоохранения привыкли, что 15 тысяч населения, и необходимо, чтобы был кожбиня, дерматолог, узкие специалисты. Но, возможно, оно по качеству, да, хотелось бы, и по психологическому человеку легче, когда у него есть все уровни специальностей. Но самое главное, и я в этом убеждающем больше в здравоохранении работаю. Я узкий специалист. Если есть хороший терапевт и хороший врач общей практики, то вторично узкий специалист, он обязательно найдется. И наши главные врачи в районах действительно находят эта консолидация в более крупных районах. Допустим, в маленьком районе нет невролога. Они могут поехать. Да, неудобно, но, тем не менее, доступность 60 километров есть узкий специалист. Но специалисты, и узкие в том числе, я хочу сказать, есть. И мы их воспитываем. Мы выпускаем. Сегодня у нас обучается около 600 врачей узких специальностей. Это через год выйдет 360 человек, а через два года выйдет именно узких специалистов. 220. То есть они есть. Самое главное удержать их. У меня создавал очень важный вопрос, о каких именно идет профессиях медицинских реч. Но этот вопрос я вам задам, повторю, и нашу аудиторию. После короткой рекламы не покидайте нас. Самое главное, все впереди. Продолжаем наш эфир. Студия Дмитрия Нечаев и Леся Васильевна Чеченовская. Ректор Тверского государственного медицинского университета. Профессор, доктор медицинских наук. Перед паузой мы сегодня говорим о самом главном, я повторю, о здоровье. Разговор серьезный и откровенный по существу. Перед нашей рекламной паузой я вам задал вопрос. Каких именно узких специалистов не хватает сегодня в регионе и особенно, наверное, в наших районах, области? В районах традиционно не хватает хирургов, анестезиологов, реаниматологов. Это такая вот довольно востребованная специальность. Это неврологи. Это вот такие ключевые специальности. Самые востребованные. Самые востребованные. И у нас сегодня армия 362-го года ординаторов, которые могут пойти и занять эти ниши, если они там необходимы. Идут? Ну, работаем. Работаем. То есть, реально, вот ваши ординаторы едут в районы работать? Они не едут работать. Сегодня я еще не дошла до того, я не так давно с этой когортой ординаторов стала работать. Но мы сейчас дошли до того, что мы делаем такие вот пилотные выезды. Вот сейчас, на этой неделе, у нас работает доцент, кандидат медицинских наук с 20 человеками. Это ординаторы студенты, которые проводят в Зубцове диспансерные наблюдения за пациентами. Мы к чему пришли? Что дети, мы на своем автобусе их туда отвозим утром. Они проводят диспансеризацию. Они уже практически, ну, они, кое-кто с них уже врачи, они получили дипломы как студенты. Они помогают, как медсестры, помогают району Зубцовскому пройти диспансеризацию. В обед мы им дистанционно читаем свои практические занятия, с них требуем их, спрашиваем даже, можно сказать. Ну, нам сейчас позволяют технологии этим заниматься наши, в том числе образовательные. В обед они их там покормят, и дальше они работают на благо региона. То есть это вот как бы мы им показываем, что ничего страшного нет в том, чтобы работать в регионе. Возможно, кто-то с них останется там. Потому что нужны педиатры очень сильно. Вот Зубцов, да, акушер-гинекологи. Кто-то может заинтересуется. В Оржеве мы были. То же самое у нас такая была практика с нашими доцентами. Вывозим, показываем. В том числе, изыскали возможность их и покормить этих студентов, и показать мемориальный комплекс. Они заинтересовываются. Они видят, что там не так страшно. Как рисуют везде. Ведь тут же, здесь два таких вопроса. Все привыкли ругать врачей, ругать поликлиники, где скученность и много людей. На приеме и один врач, и очереди страшные. Но если все разобраться, и в районах-то не так страшно. И вот эти дети, есть же романтизм в нашей профессии, эти дети, возможно, кто-то с них и поедут туда. Даже не будучи целевиками. У меня сейчас два человека, они вообще платно договорники учатся, и они собираются остаться в Тверском регионе, именно в районы. Мы сейчас выработали такую заинтересующую для них программу. Они там могут набрать клинический материал, а в дальнейшем, через три года, написать кандидатскую диссертацию. Вот это, кстати, очень важно, потому что они действительно работают с реальными пациентами, и они набираются опыта. Это же все-таки, я понимаю, что у вас очень серьезный ВУЗ, уважаемый на международном уровне, но не все можно теории дать. Не все, теория совершенно верная. И сейчас вот этот ковид, с одной стороны, не сейчас время, но тем не менее, он нам показал наше слабое звено. Где мы сделали... Традиционная та образовательная система в аудиториях и на лекциях не совсем состоятельная, ведь надо человеку попробовать руками. Сегодня в наших, в области, в областной больнице, клиническая наша клиническая база, и наш диагностический центр, и центр, допустим, Аваева, они наши клинические базы, и все городские. Но не всегда наши студенты-ординаторы там все могут сделать руками, зато их ждут в области, в районах. Их с удовольствием допускают к пациентам, допускают к детям, педиатрам, и это очень важно. И вот эти, я думаю, такие вот коммуникативные системы с регионом, где ВУЗ, может ВУЗ-регион, маленький районный центр, взять на себя какой-то сегмент. И спонсоризация, осмотры детей, какие-то профилактические беседы. Ведь врачи сегодня в загнанных ситуациях, им не хватает времени на более что-то такое. А университет и наши ординаторы, они могут это на себя взять. У нас есть телефонный звонок, давайте попробуем ответить на вопрос нашей аудитории. Мы слышим вас, задавайте ваш вопрос. Давайте попробуем ответить на вопрос нашей аудитории. Слушаем вас, давайте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что много врачей, специалистов там нету в этом, в районах. Какой в районах, когда у нас за Тверцой в поликлинике нету много терапевтов? Ни одного, а несколько терапевтов на нескольких участках. Ну, понятен вопрос. Спасибо большое за... Это должна быть не вопрос, а больше эмоций, чем это происходит. Ну, она действительно, как бы, крик души человек, это понятно. Но я согласна с пациентом, который действительно был там и показывает, что нет докторов. К сожалению, врачи, в том числе поликлинического звена, они такие же люди. Многие из них заболели. Многие ушли на пенсию. А еще больше скажу, многие умерли. И у нас в Тверской области очень много людей, которые отдали свою жизнь. С пандемией связано. Да, связано с коронавирусом. И, наверное, вы слышали, что вот как раз совет ректоров был в сентябре месяце. Открывался памятник в первом медицинском. Я вот присутствовала на этом. К сожалению, да, эта ситуация тяжелая. Но, и я вам больше скажу, что терапевтов не хватает, но сегодня наш университет, вот буквально, скажем, несколько недель подряд, и я лично занимаюсь, где мы формируем с наших ординаторов, врачей, терапевтов, и седьмая больница, и шестая больница, и первая больница. В поликлиническом звене оснащена, как бы кадровый потенциал, это наши ординаторы, которые являются уже дипломированными врачами, в том числе врачей общей практики. И самое главное, это запросы поликлиники. Если поликлиника для себя учит у нас этого ординатора, она его обязательно получит. Потребность есть, и есть наши специалисты, молодые специалисты. Здесь умение, главное, теперь его заинтересовать, чтобы он сел на прием терапевтом, неврологом, окулистом, акушер-гинекологом. Здесь, как бы, больше вопрос, скажем, наверное, все-таки министерства и главного врача. Но я знаю, что сегодня все главные врачи на боевом посту, и все делают все для того, чтобы привлечь кадры в регион. И знаю хорошо эту поликлинику Затверичья, но, с другой стороны, поликлиника, это же филиал от 7-й городской больницы. Сама городская 7-я больница, она хорошо укомплектована. И пациент вот с этого, скажем, Затверичья может попасть на Санкт-Петербургском 7-ю поликлинику. А если говорить о других, это есть областная больница, которая очень хорошо оборудована. Есть наш диагностический центр, который по ОМС в том числе оказывает прием пациентов и узких специалистов. Центр имени Аваева без направления, бесплатно проводит на высокого, скажем, точном оборудовании исследования. То есть регион все-таки снабжен диагностическим оборудованием и специалистами. Просто не всегда, видимо, пациент понимает, куда надо идти. Да, пациенты, кстати, мы с этим тоже делали программу, сталкивались, что не все понимают, что такое прописка и приписка к больнице. Да, эту разницу не знают. И вот, как нам объясняли тоже представители ФОМСа, они говорили, что если вам не могут предоставить в той больнице, куда вы приписаны, этот спектр установки... Да, вот в этом Затверичье пойдите в основном филиалу, конечно. А отправиться туда, где это могут вам оказать. Я думаю, можно всегда выйти с положения. Не надо просто сидеть в Затверичье и ждать, что там будут узкие специалисты. Возможно, его и не надо там какого-то узкого специалиста. Он есть на Санкт-Петербургском социале. Кроме того, вот вы совершенно верно сказали, что такая печальная у нас, конечно, обстановка складывается, что мы столкнулись с мировой угрозой, с мировой напастью вот этим ковидом. И действительно, многие умерли, даже врачи. Это очень, конечно, трагично. И мы понимаем, что вырастить новых врачей, умерли они... Вот у нас с нами эта пандемия 2 года, а вырастить врача это 5-7 лет. И это поэтому... А пока он еще встанет, как говорится, на крыло, то есть это вообще десятилетие. Десятилетие. Поэтому, конечно, мы понимаем, что здесь... Ну, я понимаю, что это камень, наверное, все-таки не во врачей был брошен. Что в целом надо системную ситуацию решать. С этим трудно не согласиться. Здесь, мне кажется, больше логистика, куда этому пациенту пойти. А не просто замыкаться на одну поликлинику или там вот какой-то участок врачебный. Надо просто искать, действительно, есть головные заведения, куда можно пойти, и им никто не откажет в регионе. Я напомню, что у нас продолжается голосование. Вы можете оставить, вот позвонить по телефону, который вы видите на экранах, и оставить свое мнение о том, довольны ли, удовлетворены ли вы качеством предоставляемых медицинских услуг в регионе. Ну, естественно, с учетом всего того, что мы говорили, сказали и еще скажем. Леся Васильевна, вот я хочу сказать, что действительно есть вот такой момент, который даже не зависит от пандемии, он и раньше был. Это большая разница между первичным предоставлением медицинских услуг и высокотехнологичными. Мне кажется, что действительно в первичном, действительно, человек, когда приходит в Затверецкую поликлинику, ну, прямо скажем, это не шик блеска, говорят, да. То есть там действительно есть вопросы и к самому зданию, и к оборудованию. Наверное, есть, потому что я туда обращался сам лично тоже, но некоторые возникли вопросы, когда подпадаешь к врачу, и тебе нужно, хотелось бы, чтобы тебе провели диагностику полноценную там прямо на месте, а у нее только фонандоскоп там какой-то там 80-х годов, и, в общем-то, не сильно я вижу, чем она располагает. То есть это уже априори нужно куда-то потом отправляться. отправляться в другое место. А с другой стороны, у нас есть такие топовые медицинские учреждения, как вот возглавляемая Корене Конюховой, да, или там вот бывшие под началом Козлова, да, Сергей Евгеньевич, это областная больница, где действительно предоставляются услуги медицинские, ну, как вы сказали, наверное, европейского уровня. Вот как вот этот вот снивелировать, снять вот этот вот разрыв? Но прежде чем вы будете отвечать, давайте еще один звонок примем от страждущих, от наших тут не только аудитории, наших пациентов даже потенциальных. Слушаем вас. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Алло. Да-да, слушаем вас. Я хочу обратиться по поводу льготных лекарств для инвалидов. Муж у меня кардиологический больной, ему 82 года. Я хочу обратиться по поводу... Ну, в целом, видите, у нас небольшая задержка по звуку, то есть, понятно, проблема льготного снабжения льготными лекарствами. Ну, давайте, если вы можете, что-то по этому поводу сказать. Я не совсем к вам вопрос, конечно. Вопрос, конечно, к сожалению. Ну, я, к сожалению, не могу компетентно на этот вопрос сегодня вам ответить, но я думаю, что правильно надо выстроить работу с участковым терапевтом, если инвалид, если кардиологический. Есть у нас прекрасный кардиологический диспансер. И там прекрасно работают коллеги-кардиологи, главный врач, молодой, активный. Я думаю, что эту систему получения льготного обеспечения обязательно надо добиваться через кардиологический диспансер. И это действительно очень важно. Вы хороший вопрос подняли. И кардиодиспансер, как флагман кардиологического, именно диспансерного наблюдения, вам в этом должен помочь. Спасибо, Леся Васильевна. А теперь вернемся к тому вопросу, который я сказал. Вот большая пропасть между первичным и узкими специалистами. И высокотехнологичной помощи. Но вы знаете, на самом деле, да, с одной стороны, можно сказать, что это пропасть. Потому что, как вы сказали, вот это Маяковская поликлиника, там сидят врачи-терапевты в основном, да, у них нет компьютерного томографа, МРТ. Так это и не надо. Не надо. И этих узких специалистов, и, скажем, оборудование высокотехнологическое, оно же очень дорогое, оно же очень дорого в обслуживании обходится. И если его размещать по всем поликлиникам, это не выдержит ни один регион, это не выдержит ни один учебное, лечебное заведение. Это не надо. Есть врач, который видит, кого-то он может оставить на себя, сделав только анализы или проведя электрокардиологические обследования, и понаблюдать 6 месяцев, а через 6 месяцев правильно подготовиться, планировать на хорошее какое-то обследование, если оно нужно. Здесь ментальность больше наших людей. Люди почему-то думают, что они пришли, они должны все получить. А на самом деле все не так. И взять систему мировую здравоохранение, ведь там тоже не так. Вот все сразу пришел и все получил. Самое главное, хороший врач, который за тебя отвечает, твой семейный врач, врач общей практики, терапевт, который себя направит к неврологу, направит на эндоскопию желудка, если это надо. А она, вы правильно сказали, есть и в областной больнице, есть и в седьмой больнице, в головном здании. Здесь логистика больше, скажем, оказания медицинской помощи и логистика самого восприятия пациентов. Пациенты, вот как в Советском Союзе, они помнят, что было, пришел в одну поликлинику и получил все. Это невозможно, это неправильно. Должны быть высококвалифицированные специалисты с высокопрофессиональным оборудованием, высокой точности. И они оказывают нормальную помощь. Но к ним, чтобы попасть, надо направление от своего участкового врача, и это тоже правильно. Но сегодня я приехала от Карины Александровны, у них даже без направлений на хорошую бронхоскопию, эндоскопию, даже без направлений они берут пациентов, и это очень тоже отрадно. Самое главное, чтобы люди не отчаивались, вот что-то не получается. Звонили, спрашивали, я думаю, и региональный Минздрав им ответит на эти вопросы и их куда-то маршрутизирует. Потому что в регионе практически есть все виды оказания медицинской помощи. Наш диагностический центр, который тоже по многим направлениям оказывает высококвалифицированную помощь, пожалуйста, от университета, наш центр, мы тоже готовы участвовать в помощи нашим пациентам. Я хотел еще, вот вы упомянули об университете, мы вообще больше хотели с вами говорить сегодня про как раз ваш ВУЗ, уважаемый, где готовят очень сильные кадры, просто мирового уровня. Но вы видите, как нас засыпают такими практическими вопросами, и мы вынуждены тоже, конечно, на них отвечать. Проблема бюджетных мест. Вот насколько сейчас эта проблема актуальна для ВУЗа? Вы знаете, что она практически решена на федеральном уровне, и плюсом мы получили очень много, ну, 100 бюджетных мест, это много, действительно. В этом году мы даже эти бюджетные, целевые, я имею в виду, места не смогли заполнить. Целевые, то есть бюджет, понятно, у нас больше 7-10 человек на место было в этом году, хороший был конкурс на бюджетные места, но целевые, именно те, что идут, допустим, с Красного холма, ну, я абстрактно говорю, и человек вернется в Красный холм, они не были востребованы, заполнены. И здесь причин очень много, мы очень тщательно их разобрали, и сейчас написали целую программу довузовской подготовки, но это проблема общероссийская, она точно такая же у нас, как во всех регионах, и весь Российская Федерация, и не просто так вкладываются деньги в орионы, у нас в области сейчас тоже проходит такой же, скажем, лагерь образовательный для одаренных детей, или по специальностям, которые должны быть. Но у нас и свои есть наработки, это дистанционное образование 9, 10, 11 класс, которые мы даем, наши специалисты, эксперты дают, на ЕГЭ, мы все равно же заложники ЕГЭ. И берем мы этих людей, возможно, там с Андреаполя или с Красного холма, в 11 классе он хочет поступить к нам, но не всегда есть возможность ему сдать экзамены на тот бал, который он к нам пройдет. И здесь тоже очень большая проблема, с одной стороны в УЗКах федеральное учреждение, оно должно держать марку, не снижать бал, но с другой стороны и регион чувствует потребность поступления к нам. И сегодня я пошла на этот шаг, чтобы чуть-чуть снизить все-таки бал для поступления в наш университет, чтобы дети с региона поступили, с районов, я имею в виду, к нам в УЗК. Леся Васильевна, давайте вот сейчас у нас уже остается, там, примерно, чуть меньше половины программы впереди, давайте поговорим больше о вашем УЗИ. Это действительно очень серьезное медицинское учреждение, оно международного уровня, оно уже почти 70 лет работает, это, конечно, огромный целый плеяд, уже династии врачей возвращены в его стенах. Сегодня вы развиваете сотрудничество со многими странами, я знаю, что это и Германия, и Соединенные Штаты, ну и, конечно, многие знают, что студенты из Индии, Шри-Ланки, Шри-Ланке у нас учатся. Планируется ли у вас расширение вот этой географии, с какими-то, может быть, еще ВУЗами заключать договоры? Да, хороший вопрос, потому что наш ВУЗ действительно со славными традициями, это хороший ВУЗ, с хорошей научной базой, профессорской, кадровый потенциал очень большой, и я говорила уже, что сегодня с Москвы вот несколько уже человек у нас трудоустраивается, приходит, на должности профессоров, заведующих кафедров, чтобы возглавить какое-то направление научного. Они видят потенциал нашего ВУЗа, они раньше, кто-то с них здесь учился. Традиционно у нас очень сильная была стоматологическая и есть школа, и я ее, как ректор, и ректорат планируют продолжать, чтобы это было действительно в соответствии того тех планок, которые ставились перед первым ректором, допустим, который пришел с Ленинграда. А мы напомним, что, в принципе, Тверская государственная академия, она и обосновалась как филиал питерского... Не филиал, они здесь полностью приехали. Стоматологическая, именно специализация. Да, там есть здание, мы очень храним эти традиции, именно Ленинградская эпоха, мы ее так называем, то есть мы оттуда. Наш институт, он переехал уже институтом, сформировался, да, и факультеты мы как раз вот, у нас круглая дата, мы будем отвечать на Тверской земле, то есть мы отвечаем в создании вообще нашего университета, создания на Тверской земле. Мы делим этот период такой вот традиционный, и первые профессора, и школы все были питерской интеллигенцией, это очень чувствовалось. И школа стоматологическая, она по сей день у нас очень сильная благодаря вот тем корням, и, безусловно, мы развиваемся. У нас очень хороший лечебный факультет, педиатрический факультет, фармакологический факультет, планируем в дальнейшем развитие медико-профилактический факультет новый и клинической психологии, потому что это тоже очень востребовано, особенно сейчас наши реалии показывают, медицинские и клинические психологи востребованы как в здравоохранении системе, так вообще в принципе с работе с населением. И вот это все надо развивать, и мы стараемся развивать. И это наши студенты практически от Чукотки, скажем, ну понятно, привилегия Тверская область, но у нас сегодня и Камчатка, и Чукотка учатся, если говорить о Российской Федерации, очень много москвичей, Московская область, Калуга, Тульская область, география российская, очень тоже обширная, но и, конечно, традиционно наш университет, институт тогда Калининский, это институт дружбы народов, и с разных уголков нашей планеты учатся студенты по сей день. Больше всего сейчас это с Индией и с Шри-Ланки, это наши как бы студенты, которые знают нас, и уже очень приятно, что второе поколение они привозят. Вот с Шри-Ланки мама привозила свою дочку на первый курс к нам, и это тоже очень хорошо, и мы знаем этих уже студентов, как с ними учиться, но я думаю, что, безусловно, надо расширять географию образовательных услуг, и нам президент Российской Федерации поставил задачу, что экспорт образовательных услуг надо увеличивать и расширять, и университет идет по этим традициям, но это образовательная школа. Мне, как ректору и как ученому, хотелось бы развивать и научную школу сотрудничества международного, потому что это очень важно, когда мы знаем мировые тренды научные, и у нас, адаптируя к нашим реалиям, мы можем это в практическое звено здравоохранения выпустить. Спасти хоть одну жизнь, это уже очень много. У меня есть очень интересный вопрос в продолжении этого разговора, но сейчас мы всегда отдаем приоритет нашей аудитории, есть еще звонок, давайте примем, попробуем ответить. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Николаевна, слушаю, вот еду в машине, слушаю очень интересный эфир, большое спасибо, что уделяете много времени вот подобным вопросам. Вопрос у меня вот следующий. Слышу и знаю, что очень много медицинская академия делает для студентов и абитуриентов, и вообще для обеспечения области медицинскими сотрудниками, работниками. Но у меня такой вопрос, вот конкретно в моей семье. У меня есть дочь, которая закончила медицинский колледж не в этом году, а два года назад. Сейчас она работает в областной больнице, имеет хорошие отзывы, рекомендации. Пыталась в этом году врачи, которые с ней работают, с которыми она работает непосредственно в медицине, советуют ей, настаивают, чтобы она получила высшее образование, поскольку это сложившийся специалист, хороший, вдумчивый. Ну, это не мое мнение, мнение тех, с кем она работает. И в чем проблема? В этом году она пыталась поступить в медицинскую академию. К сожалению, нам это не удалось, поскольку приходилось после длительного перерыва сдавать ЕГЭ. Ну, тут процедура такова, что она же поступила в колледж после девятого класса. В одиннадцатом она не училась, ЕГЭ у нее нет. Она готовилась, вот работая, работая в две смены, она пыталась подготовиться к сдаче ЕГЭ. Подготовилась, но, к сожалению, не поступила. Хотелось бы задать вопрос. Вот в этом ключе руководство медицинской академии что-нибудь планирует предпринять, как-то облегчить или помочь вот подобным специалистам, потому что, ну, не секрет, среди тех, кто сейчас поступили в медакадемию и там учатся, не все ее закончат и уж тем более не все будут работать в медицине Тверской области. Спасибо, хороший вопрос. Спасибо большое, Ирина Николаевна, вопрос хороший. И действительно, вы задали такой вопрос, который очень животрепещущий. Потому что я сама закончила в свое время когда-то медицинское училище. То есть у меня ступень была в медицинское училище, потом приехала сюда поступать в мед. Вот я уже была мотивирована, я понимала, чего я хотела. И я добивалась и шла по ступенечкам. Я горела тем, чтобы стать врачом. И я так понимаю, что девочка то же самое, ей хочется стать врачом. Она уже пощупала, она увидела и отрицательные стороны, и положительные. Когда умирают пациенты, она с этим пережила, она знает, как перестилать больному и помочь. Это важно. И вот именно этой категории я тоже ставлю свои задачи. Я не так давно возглавляю ВУЗ и как бы не все еще могла посмотреть и сделать. Но вот этой категории мы обязательно, что может ВУЗ на законном основании сделать, мы обязательно сделаем буквально в следующем году. Но мы заложники ситуации. У нас федеральные нормативы. ЕГЭ без сдачи ЕГЭ мы тоже не можем. Но у нас есть адапционные курсы, где мы пробные ЕГЭ для таких даем у нас. Я так думаю, что вот те дистанционные курсы, которые два года, год у нас есть, четыре месяца, это и юный медик, и разные другие формы мы будем применять. Но в том числе вот этот вопрос, он очень важный. Потому что медучилища хорошее, и беженское медицинское училище. И я понимаю, что для этих людей их тоже надо как-то мотивировать для профессиональной ориентации в нашем ВУЗе. И обязательно в этом направлении будем двигаться. Вот вы очень верно сказали, что если человек уже даже, как говорится, хлебнул вот этой вот жизни, непростой, очень сложной, полной каких-то там проблем, разочарований, даже каких-то трагических моментов. И он, несмотря на это, не сломался, он хочет дальше двигаться. Очень, конечно, не хотелось бы, чтобы такие люди отсекались, и чтобы они не росли. Этих людей надо беречь, созерцать, и дальше как-то вообще охранять. Потому что учеба, что греха таить, у нас учеба очень жесткая, тяжелая, потому что требования, а с другой стороны, мы ведь хотим, чтобы врачи были грамотные. Мы не можем позволить врачам, ну, какие-то слабинки. Если в других, ну, не умоляя, другие специальности, я имею в виду, мы можем где-то чуть-чуть пожалеть, закрыть глаза. Нам в душе их жалко. Но, с другой стороны, как я могу выпустить студента, который не знает признаков инсульта, и как оказать помощи? Я просто обязана это сделать. Слишком высоко цена ошибки. Да, и здесь педагог, он всегда на такой грани. С одной стороны, мы сами родители, нам жалко, мы понимаем, что это тяжело. Но этот этап жизни, образование надо пройти. И я считаю, что образование должно быть очень качественно. Потому что на грани жизнь человеческая. Вот я думаю, если бы у нас была такая тема вопроса, должно ли быть медицинское образование качественное, я думаю, что 100% проголосовали за то, что конечно, потому что мы понимаем, что... Это наша жизнь. Мы же отдадим этому специалисту через 5-10 лет свою жизнь. Мы ему будем верить. Причем врач, это такой человек должен быть действительно настоящий врач, большой буквы, духотворенный. Это даже где-то близко к искусству. Потому что вот так владеть этим, настолько быть глубоко посвященным, настолько глубокие знания... Хорошо говорить, я студентам на первом курсе. Вот у нас 15-го числа посвящение в первокурсе проходит. У нас такие многогранные вливания в процесс. И хочется, чтобы они были не просто профессионалами, не просто специалистами, не просто там можно много менеджерами слово называть. Чтобы они были именно теми духовными людьми, которые... Вообще медицину, откуда древнейшая специальность, и это служение больше. Это не работа. И здесь ковид нам показал и сильные стороны образования и нашего здравоохранения. Российского, регионального. Ведь многие не задумываясь. Будут доплаты? Нет. Вначале ведь никто не понимал. Люди просто пошли. Шестикурсники, которые выпустились в этом году, это 550 человек, они просто, они понимали. И мы на выпуске говорили, ребята, мы вас отправляем, как когда-то отправляли на фронт, мы вас отправляем в красные зоны. И действительно, вот это надо культивировать на первом курсе, на шестом курсе, и уже не говоря об ординатуре, что специальность, это не просто профессия врача. Акушер, гинеколог, окулист, педиатр. Это действительно, с одной стороны, призвание, а с другой стороны, служение. В любых условиях. Причем служение иногда на грани героизма. Мы понимаем, что когда мы столкнулись с этой проблемой, что реально, без всяких кавычек, многие просто герои. Просто пошли люди, не задумываясь. Это мои коллеги многие. И наши специалисты сегодня в украинской зоне, не побоюсь сказать, что герои, наверное, пафосно, и мы, наоборот, их немножко студентов ограничиваем. Никакого героизма. Вы у нас студенты, вы должны это все пройти. Но они герои. Они пошли в красную зону, не задумываясь. Мы им сказали, ребята, надо. Они пошли. И 750 сегодня волонтеров пошли работать. Вот у нас сегодня они есть. Они не спрашивают ни зарплаты, ничего. Они идут и работают. У нас уже совсем мало остается времени до конца этого эфира. Очень много вопросов хочется вам задать. Но прежде чем мы подведем итоги, и вот, наверное, многие видят итоги голосования нашего, они меняются постоянно. Я хотел вам такой еще вопрос задать. А какие сейчас наиболее востребованные специальности, и на какие реально идут студенты поступают? То есть, востребованные, в смысле, нужные у нас в медицине, и на что идут студенты? Вы знаете, самая нужная в этом году специальность была, это с учетом ковидных вот этих реалий, это анестезиологи-ременематологи. Открылись новые места, расширились, оборудование закуплено, все есть. И сегодня у нас ординаторов 65 человек, которые выпустили сегодня, первого и второго года, это 36 человек. Они все работают практически, во всех ковидных госпиталях работают наши ординаторы клинические, которые тут же обучаются. То есть, люди от работы в смену, они идут учиться. Нам, с одной стороны, мы понимаем, они не спавшие, они, возможно, не всегда поели, но мы должны им свои знания, умения все равно вложить. Вот это самая важная такая сейчас специальность. Конечно, врачи-инфекционисты сегодня они востребованы, и тоже повышаются неврологи востребованы, терапевты, врачи общей практики. Это все специальности. Это, кстати, очень здорово, вообще это ценное спасибо. Просто хочется сказать, что вы так оперативно откликнулись на те запросы времени, что реально уже прямо вот, как говорится, с колес дали специалистов, специалистов, которые работают, реально закрывают вот эти вот вызовы, которые нам просто время выбросило. Это мы никто не мог это предвидеть. Да, и качеством именно вот этих специалистов, наших врачей, наших стажеров-врачей, наших медицинских работников, это уже по тем больным, которые лежали у них, лечились, общение, коммуникативные навыки в госпиталях, они показывают превосходство, даже вот без обид, без всего, над, возможно, где-то слабыми местами и выгоранием практических врачей. Потому что мы уже знаем, как правильно, мы делаем только, учитывая свой врачебный опыт. А вот эти дети, которые пришли врачами, стажерами, они действительно очень чуткими оказались, добрыми, хорошими ребятами. И многие тысячи пациентов, которые прошли через их руки, это отметили. Вот, знаете, наверное, самое главное прозвучало, то, что у нас есть надежда на то, что приходят действительно люди, которые не случайны в этой профессии. Здесь это как нигде важно. Это действительно вот, ну, надежда на то, что все у нас будет хорошо. Давайте уже тогда будем подводить итоги. Я хотел еще много вам вопросов задать и по поводу, конечно, ковида, и по поводу работы в красной зоне. Я скажу нашей аудитории, что Леся Васильевна буквально к нам вот сюда на эфир приехала как раз из той самой красной зоны, буквально из вот этого пекла. То есть, понятно, что вы держите руку на пульсе, за то, что вам тоже, конечно, большое спасибо вам, вашему коллективу. Это очень важно. И действительно, ну, наверное, приходит осознание общества. Вот, знаете, эта пандемия, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы видим вот результаты нашего голосования. Конечно, абсолютное большинство имеют вопросы, претензии к качеству предоставляемых услуг, но это не только же относится к самим врачам. Мы понимаем, что врачи разные. Конечно, это и к оборудованию, конечно, это и к первичной помощи. Многие, я думаю, что из тех, кто проголосовали, что недовольны качественным услугам, что они понимают, они в то же время хотят, чтобы врачам побольше платили, чтобы у них было лучшее оборудование. Действительно, что люди, которые проголосовали качеством, они, наверное, все-таки думают, что мы хотим показать значимость врача. Мы хотим показать его сегодняшнюю важность в продлении жизни. Потому что врач – это тот, который берет первые на руки человека и, к сожалению, который провожает в последний путь. И сказать, что они плохие сегодня, я думаю, с этих 95 или сколько процентов никто не скажет. Есть хорошие врачи, есть похуже, есть выгоревшие психологически. Но над этим надо работать всему обществу. Я, вы знаете, как журналист, как представитель общества, хочу сказать, что вот эта пандемия, как я сказал, что не было бы счастья, да несчастье помогла, она сильно изменила отношение к врачам. Общество в целом и власти, и общество, как представитель гражданского общества, стали внимательнее к самим врачам, к их проблемам. Они стали, ну, немножко лучше в этом разбираться, понимать, о чем идет речь. И как-то гуманнее, может быть, с большим пониманием относиться к врачам. Ну, а кроме того, хочется сказать, конечно, как один из великих сказал, что никакой врач не поможет тому человеку, который не хочет сам, чтобы ему помогли. Совершенно верно. Да, то есть, конечно, думайте о своем здоровье, проходите диспансеризацию, вслушивайте свой организм, обращайтесь к врачам, работайте с ними грамотно, работайте с врачами так, понимайте, что это те люди, которые очень хотят вам помочь, но не всегда имеют полный набор услуг, полный набор инструментария для того, чтобы это сделать. Возможности, все зависит еще от человека, от его организма. Конечно, это самое главное. Лиза Васильевна, спасибо вам большое за этот эфир. Спасибо большое. Вот я тоже, мне было очень интересно, реально, вот у меня очень много еще вопросов не озвученных остались, а это значит, что мы обязательно будем вас еще раз приглашать к нам, и не раз, и не два, много-много раз приходите. Спасибо большое, я с удовольствием. До встречи в эфире, всем здоровья, не болейте. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»